На календаре пятница, 14 июня, а это значит, что мы уже по традиции встречаем из типографии свежий номер Одинцовской недели. Давайте вместе полистаем самые интересные страницы нового выпуска. Антураж деревенской усадьбы, выставки, фокусники и артисты на ходулях. Вот так в Больших Веземах отметили литературный фестиваль «Артпикник. Проект поэт». В этом году Пушкин буквально по всей стране. Впечатления артистов и участников этого литературного фестиваля узнал наш корреспондент. На Лазутинке тоже прошел фестиваль, но экологический. Раздробить пластик, пройти по веревочному тросу, заморозить розу и увидеть редиску из мусора. Такой опыт ребята точно запомнили надолго. А наш корреспондент убедилась, охранять природу точно не скучно. Как это было, читайте в статье. Выращена и посажена рассада, а поливать нечем. Для садоводов это стало полной неожиданностью. В начале летнего периода остались без воды сразу 11 СНТ. Попытка реанимации в этот раз удалась, но водокачку жители определяют под снос. Такого медали ПАДа давно не помнят здешние края. Наши фехтовальщики привезли с турнира 8 комплектов наград. О минском триумфе ребят из Звенигорода и Одинцова уже рассказывает читателям недели Елена Щукина. За неделю в Подмосковье выпала почти половина месячной нормы осадков, но на смену грызовым ливнем уже идет июньская жара. Синоптики обещают на следующей неделе столбики термометров поднимутся до 30 градусов, так что вместо резиновых сапог пора доставать вентиляторы. А вот как справляются с жаркой погодой местные жители. Иногда набираю ванну с такой холодненькой водичкой, туда остановлюсь и все, и охлаждаюсь. Можно с душа поливать. Контрастный душ, кстати, с утра самая. Вот просто зонтик. И ну так спасаюсь от жары. Валути. И водичка. И водичка спасает. Хотя сегодня не очень жарко. Кепочка. С кепочкой и белая футболка. Водичка главное не забывать, да. Водичка, да, спасает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok